всем привет в этом видео я хочу вам показать результаты моего похода на выходных днях в торговый центр по телевизору как-то показывали миниатюрную страну чудес находится это такой аттракцион в гамбурге там люди энтузиасты вот уже сколько лет ему лет 20 с хвостиком а то и больше строят и выставляют на показ различные вот эти вот миниатюры железные дороги там кораблики города причем этот аттракцион настолько огромен и настолько крут что погулять просто так вот там вот посмотреть все эти города все вот эти маленькие деревушечки людей которые там стоят там машинки которые ездят самолетики взлетают садятся или железной дороги но не хватит целого дня это действительно так и вот у нас в торговом центре в городе в одном из торговых центров на выходных тоже был приблизительно такой же аттракцион правда это железная дорога была всего-навсего длиной около что-то около 40 или 50 метров ну там разместили вот так вот овалом по этой площади и я заснял несколько различных коротких видео которые хотел бы вам вот показать и пока эти видео будут идти я вам буду рассказывать о тех людях которые это делают об их возрасте об этом увлечении и с одним мужиком из этих вот которые там приехали показывали вот эту железную дорогу я разговорился во-первых о возрасте этих людей самому младшему из них по моему лет пятьдесят пять лет так самому старшему где-то около семидесяти и вот это вот люди энтузиасты которые они относятся к железной дороге они кто где работает кто диспетчера на железной дороге кто допустим проводником или еще и вот они занимаются вот этим вот на чистом энтузиазме у них свой собственный клуб и они в этом клубе собирают пожертвования от людей строят все вот эти вот модельки строят железные дороги строят города и ездят везде показывают это довольно таки интересное зрелище можно снимать можно фотографировать и с из них я разговорился вот когда я был маленький у меня было игры гд ровская железная дорога ну конечно говорю она была не такая большая как здесь было всего по моему такой вот круг или овал был где-то около что-то так метр метр так вот в длину но там был локомотив там было несколько вагончиков и было именно вот вокзальная станция но что интересно вот эта вокзальная станция эти домики были нужно было их клеить собирать до кучки плюс еще там различные деревья и так далее это довольно таки трудоем как ропотливая работа была у меня вот именно вот самой этой работой домиками и так далее занимался отец потому что он разбирался в этом больше мне было 45 лет и он в этом больше разбирался что куда оставить как клеить чтобы получались красивые вот эти домики как на картинке ну а я естественно мог только собирать саму железную дорогу ставить на нее паровозик запускать и он носился и я радовался как нормальный и вот сейчас вот такие вот люди уже в моем возрасте а то и старше ездят по всем городам и показывают свои вот эти вот творения действительно это это заслуживает внимание это интересная вещь это интересная интересный поход для для семьи тем более для малых детей они приходят туда прямо же вот так вот с большими глазами смотрят на эти железные дороги смотрят на эти паровозики смотрят на вот этих вот машинистов смотрят на самолетик который там поднимается опускается потом обратно это все очень интересно и вся вот эта вот работа она у людей завлекает намного лучше намного больше чем к примеру просто так вот кто-то сидит улице в домино играет или еще что-нибудь это довольно интересная вещь и вот в этих видео которые сейчас убегут на экранчике можно посмотреть сколько труда вложена именно вот в это моделирование сколько труда стоило людям сколько времени стоило вот этот людям чтобы создать пускай даже вот такую вот железную дорогу но все-таки создать это тоже огромный труд это время это время это деньги это люди то что они получают какие-то пожертвования это буквально считанные копейки кстати то что вот у нас в торговом центре это было выставлено это было бесплатно у них даже не было своего то в маленькой вот это вот копилки которую можно складывать пожертвования они просто так оставили свою визитку вот если кто хочет если кто желает можете перевести нам деньги на счет копилку мы с собой не возим у нас и так достаточно вот этих вот вещей которые мы должны паковать в коробке в контейнеры чтобы они не разбили что они не не попортились очень многие вещи там действительно сделаны собственные руками допустим вот эти вот горы или деревья вот домики склеенные друг с дружечкой красиво действительно красиво смотришь на вот это вот все и кажется что елки-палки но как живое да сейчас вот еще секундочка и вот эти люди которые там маленькие вот эти вот стоят на остановочках или где-нибудь еще в городе и пойдут это это действительно классно и кстати вот да вот страна чудес как она называется миниатюрная страна чудес который находится в гамбурге эти люди кстати они говорили что там нужно минимум часов 6-7 чтобы пройти полностью весь этот скажем так аттракцион от начала и до конца чтобы посмотреть абсолютно все вот эти вот дороги и города вот эти моря деревни вот эти вот леса все это это действительно там там в гамбурге это это очень хороший гигантский аттракцион его знает абсолютно вся европа но вот это вот это были люди из мюнхена из мюнхена и они вот такую устроили акцию они тем более что от мюнхена до нас всего-навсего сколько там 140 или 150 километров в принципе недалеко приехали показали и потом через несколько дней они уехали главное что для детей которые вот пошли в школу в середине сентября они остались под впечатлением многие родители своих детей фотографировали на фоне вот этих вот паровозиков на фоне вот этих железных дорог вот этих всех моделей это красиво это незабываемо ну вот а я хотел просто поделиться с вами тем что я снял тем что я вот видел ну и теперь вы можете сами это посмотреть и в конце я сейчас запущу просто опять все эти видео еще раз чтобы вы могли увидеть воочию все что я наснимал не забудьте подписаться на канал поделиться видео с друзьями оставлять лайк всем удачи пока а а и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...